Я много лет изучал это явление, почему некоторые люди легко входят в транс. Кстати говоря, часть из них легко становится и фанатиками, легко становится и голосователями, если их там, допустим, агитируют за что-то, они такие ведомые, потому что они легко грузятся. Ключ не имеет отношения к трансу никакого. Ключ – это обучение человека самому управлять своим состоянием, самому вызывать у себя трансовое управляемое состояние, когда он хочет для решения каких-то задач, самому выходить из транса. Это не просто трансовые люди, которые один раз попробовали приемы ключа, «Ой, у меня все получается, значит я знаю ключ». Нет, ни в коем случае. Ключ имеет, во-первых, философию Творца. Философию Творца, там есть определенная теория. Это же и система. Это система философская, философская и духовного и физического развития. Человек-творец. Вот что там самое главное сказано. Сказано, что в человеке в любом есть весь опыт предшествующих поколений, которые выработаны у него в эволюции. Есть состояние творческое, когда он, решая какую-то задачу, у него как раз-таки происходит синхронизация или согласование двух половин мозга в том направлении, чтобы решить эту задачу, где ему подключается для ее решения весь опыт человечества, который у него геномен. Это очень интересное явление. Транс и ключ. Ну да, есть люди очень трансовые. Они вот ту аудиторию и у Кашпировского, и у Целителей, и у Чумака, они составляли, и, конечно, и при обучении ключу они составляют определенную часть аудитории. Но здесь как раз-таки мы с помощью ключа обучаем, чтобы человек мыслил своей головой. Вот же в чем суть. Потому что я знаю, например, и 20 лет назад человека, который очень хорошо погружался в состояние с помощью ключевых приемов, ну, трансовый был. Да, и он думал, что он знает ключ. А потом, через много лет, я смотрю, он такой фанатик стал, какой-то там религиозный или еще какой-то там партийный. Я уже не пытаюсь разбираться в этом. Просто я понимаю, что это не ключ, он просто был из категории трансовых людей. Ну, среди них очень много и актеров. Да, очень много актеров, которые очень легко погружаются. И методы разные, они погружаются легко. И по методу Сильвы, и по методу Альфа состояния. И в аутотренинг легко погружаются. Но это не значит, что она владела аутотренингом. Шульц, который создавал систему аутотренинга, он писал, хочу создать систему, с помощью которой человек сам будет управлять своим состоянием без всякой помощи, в зависимости от гипнотизера. Так вот, люди трансовые, это не те, которые владеют ключом. Это просто трансовые люди по своей натуре. А ключ это философия Творца, это принципы, правила и приемы, с помощью которых человек научается управлять своим состоянием. Быть в бодрствовании, когда он хочет, входить в транс, когда он хочет, выходить из транса, когда он хочет, засыпать, когда он хочет. То есть это метод, который обучает человека с помощью короткой, компактной тренировки, зная новые принципы, правила и приемы вот эти, из которых он подбирает лично свои приемы. И тем самым развивает свою личность. Так что здесь большая разница, друзья. Помните об этом.